Мы сегодня провели пленарное заседание на форуме безопасной столицы, здесь на ВДНХ в 75-м павильоне в рамках выставки Интерполитех. Прежде всего, обсудили то, как сегодня граждане и общественные организации могут участвовать в обеспечении безопасности правопорядка на территории города Москвы. И, конечно, мы видим, что очень сильно растет гражданская активность, появляется новое общественное объединение, и проект «Безопасность столицы» позволяет общественным объединениям соединить усилия и при поддержке правительства Москвы, при поддержке органов исполнительной власти реализовывать свои проекты, направленные на правоохранительную деятельность и вовлечение граждан в обеспечение безопасности. Сегодня вместе с нами на пленарном заседании в дискуссии принимали участие коллеги из администрации президента и коллеги из Комитета общесвязи и молодежной политики правительства Москвы. Мы вместе обсудили, какие сегодня существуют вызовы и угрозы, прежде всего, в сети интернет. А вы знаете, чем занимаются ваши дети в интернете? Свои ответы присылайте на номер 2477, пишите нам комментарии в соцсетях, на страничке в Фейсбуке. У нас есть уже предварительные итоги. Есть, да, цифры? Да, у нас есть уже итоги, и это 50 на 50. Самая главная беда, как мне кажется, заключается в том, что это просто безграничная торговая площадка, на которой можно купить все, что угодно. И самое главное, сделать это может любой человек, который имеет доступ к интернету. И возраст здесь не главное. Можно даже работать, устроиться наркодилером. Здесь можно создать свой магазин, открыть свой магазин, и даже свои социальные сети. Это обычный супермаркет, который на цене работает, как и обычный интернет. И, пожалуйста, вот весь товар. Ассортимент услуг глубинного интернета бесконечен. Вот здесь хакер за сходную цену предлагает подобрать пароль от любого почтового ящика. На этой странице продают ЛСД. Автор этого сообщения готов организовать дидос-атаки, работать через посредников. Свою репутацию подтверждает ссылками. Вот сайт националистов. По сути, подпольный ресурс, где обсуждаются будущие акции. Здесь продается холодное оружие. Тот-то торгует пистолетами и взрывчаткой. Но чаще всего в теневом интернете занимаются взломом банковских счетов и продажей пластиковых карт. Не менее вольготно в скрытых сетях чувствуют себя педофилы, изготовители фальшивых документов и экстремисты. К сожалению, сегодня эти риски становятся все более и более актуальными и все больше и глубже проникают в молодежную среду. Мы сегодня проговорили, в чем помощь общественных объединений была бы наиболее актуальна, наиболее полезна для государства с точки зрения и раннего выявления, и профилактики, и предотвращения преступлений и иных инцидентов, которые происходят за счет вброса негативной информации в сеть интернет.